Всем привет, с вами Тёмный Ниндзя и Мир 4. Продолжаем проходить Тайну, у нас на очереди Тайна 7.6. Чтобы нам её открыть, нам нужно пройти поручение Душа Хё Ян. Открывается это поручение только после того, как вы пройдёте Тайну 7.5. Ну и продолжим, когда выполним поручение. После того, как мы выполнили своё поручение, мы возвращаемся в пустыню фантазии Куда. С ним разговариваем. Он просит нас дать Хё Ян цветы. Подходим к Хё Ян, выбираем эмоции и букет. Хё Ян, в свою очередь, нас просит передать букет цветов её сестрёнке из духовной общины Хваджо. Подходим к Хваджо и также дарим букет. Следующей нашей целью является вернуться обратно в духовную зону фантазии. И мы с вами уже будем непосредственно начинать Тайну. Итак, Тайна открыта. Первым, что нам нужно сделать, подойти к Йонголю. Поговорив с Йонголем, нам с вами нужно убить босса. Босса изготавливается жетон призыва Охаксу. Нужный нам жетон, вот этот вот, жетон призыва Чхонсальгу. Нам нужен мечик, который создаётся из трёх разных мечей Огисика и два сокровища духов. Ну, увидимся непосредственно на боссе. Босс находится в лабиринте Камнереза, второй этаж. Вот здесь вот снизу, прям с краю как заходите, справа стоит статуэтка. Увидимся на боссе. Босс 130 уровня, 22 ляма, 23 ляма хпшек. Не сильно сложный, жарновастенький, да, для нас. Просто не пробиваем очень сильно по нему. А так, в принципе, от всех атак вполне реально увернуться, пока масса замечена не было, если что, потом дополню. Увидимся, как убьём босса. Итак, босс убит. Мы снова с вами отправляемся к Йонголе. Там и увидимся. Поговорив с Йонголем, нас с вами отправляют на второй этаж лабиринта Камнереза убить полторы тысячи мобов. Увидимся на мобах. Нужные нам боссы находятся вот здесь вот на зелёном боссе. Увидимся, как набьём босс мобов. После того, как мы набили с вами мобов, возвращаемся к Йонголю. Разговариваем с ним и идём к старейшине. Разговариваем ещё с ним. После того, как мы поговорили со старейшиной, нас отправляют снова на второй этаж лабиринта Камнереза убить ещё полторы тысячи мобов. Увидимся на мобах. Нужные мобы у нас находятся вот в этой вот части. Увидимся, как набьём. После того, как мы набили мобов, нас с вами отправляют снова к старейшине, к Сангару. Разговариваем с ним и нам с вами теперь нужно гробницей Камнереза. Второй элитный этаж вот сюда вот к НПСу. Там увидимся. Так у нас с вами НПС находится вот. Как подбегаете к нему и вверх запрыгиваете. Запрыгиваете на ступенечку, а потом наверх. По-другому к нему не допрыгнуть. Просто с пола. И теперь, поговорив с НПСом, нам надо с вами убить 3000 мобов. Мобы у нас находятся вот в этой части. Увидимся, как набьём. После того, как мы набили мобов, мы возвращаемся к Янголю. Разговариваем с ним. И отправляемся с вами на элитную пустыню Фантазии. Вот сюда вот в проходик. Там нас с вами ждут башенки. Как были в 7-2 тайне. Будем призывать мобиков и убивать. Пока что 30 штук надо убить. Ведь, возможно, на этом будет и всё. Увидимся на мобик. Сами мобы 130 уровня. Но, в принципе, не такие прям уж сложные. Поэтому, я думаю, даже если вдруг вам будет тяжеловато, можно просто отбегать потихонечку. Они появляются так же временно, как и в 7-2. Через какое-то время они просто пропадают. Увидимся, как набьём. Система тут у нас такая же, как и в 7-2. Сначала мы убиваем зелёненькую, потом синенькую и красненькую. Разница у мобиков просто то, что они пожарнее. Но, в принципе, по силе ничем не отличаются. Так, после того, как мы все три с вами набили, мы с вами отправляемся просто в пустыню Фантазии, к Янголю. Там с вами и увидимся. Поговорив с Янголем, нам с вами нужно пойти на пустынную дорогу, на причал. Прыгаем на жителя Чонрам. Подходим поближе к Янголю. Открываем с вами действия и нажимаем о эмоции и нажимаем грусть. У нас проходит с вами катсценка. И всё. Тайна у нас с вами сдана. Награды получаем. Награды вкусные, хорошие. Поздравляю вас с закрытием полной седьмой тайны. Надеюсь, видео было полезным. А с вами был Тёмный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.